Во Дворце культуры прошел отчетный концерт детской музыкальной школы номер два. Воспитанники учреждения показали, чему научились за прошедший учебный год. Некоторые из них поделились с нашей съемочной группой дальнейшими творческими планами. Отчетный концерт открыл оркестр народных инструментов «Русский лад». Этот коллектив неоднократный победитель конкурсов и фестивалей различных уровней. Алексей Соколов играет на балалайке. И этот инструмент юноша изучает уже семь лет. В следующем году он будет выпускаться из музыкальной школы. Я много чему научился. Все-таки семь лет это очень много. Очень много опыта, очень много концертов было, конкурсов. Так что много чего умею. Собираюсь после выпуска, скорее всего, по музыке не пойду. Но все равно будет, на всякий случай, может, сыграю где-нибудь. А вот Никита Сич напротив. После выпуска из школы расставаться с музыкой не собирается. Его инструмент – кларнет. Инструмент очень сложный и отличается своим тембром от многих духовых инструментов. После музыкальной школы я планирую начать концертную деятельность, составе оркестра. В настоящее время в музыкальной школе номер два учатся около 450 детей. Самое многочисленное отделение – фортепиано. Играть на этом инструменте учатся 90 человек. Очень сложная программа. И сольные выступления, и ансамблевые выступления. И аккомпанирование солистам, инструменталистам и вокалистам. И приучаем к сцене, приучаем к конкурсной работе, концертной работе. Конечно же, ребята учатся по разным направлениям. Участвуют в конкурсах. Они занимаются своими преподавателями в своих классах, повышают свое мастерство. Но выход на большую сцену, это Люберецкий дворец культуры, это всегда такая ответственность. Человек проверяет какие-то свои возможности. Это встреча со слушателем. Обучение в школе длится 8 лет. В этом году учреждение дополнительного образования выпустит 40 учеников. А для желающих стать частью большой музыкальной команды уже открыт набор. Луиза Игязарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.